Всем привет! Меня зовут Олег Кармунин, и это «Истории русской попсы». Вместе с Лентой.ру мы сняли сериал «История русской попсы» с 1991 по 2009 год. Его можно найти по ссылке в описании. Это огромный проект, 19 серий, примерно по час каждая, но тем не менее очень много истории осталось за кадром. А «Русская попса» бездонна и безгранична, и о ней можно продолжать рассказывать, но уже в более спокойном формате. Ну что, поехали! Группа «Дискотека Авария» родом из сурового города Иваново. История у нее очень длинная. Так группа вполне могла бы появиться в истории русской попсы 90-х, но тогда у нее еще не было большой аудитории. Все началось с того, что два друга, Алексей Рыжов и Николай Тимофеев, проводили дискотеки в городе Иваново. Время было суровое, и на площадке, где проводились дискотеки, постоянно что-то ломалось, и зрители предъявляли претензии. И тогда друзья решили назвать свою дискотеку «Аварией», чтобы претензий больше не было. Дело с дискотеками было прибыльным, и тогда друзья открыли уже стационарный клуб, назвав его тем же названием «Дискотека Авария». Группа тогда еще не пела, а просто разогревала толпу. В 91-м году к ним присоединился Олег Жуков. Примерно тогда же на Ивановской радиостанции «Европа плюс» у дискотеки «Авария» появляется своя радиопередача. Это было развлекательное шоу, очень популярное в городе, с музыкальными номерами, шутками, пародиями. Именно там Алексей Рыжов отточил свой талант креативщика, который может не только вечеринку организовать, но и придумать какой-нибудь музыкальный прикол. Внимание, прослушайте сводку. Сегодня в Тульской, Калужской, Костромской и Нижегородской областях вечер намечается тухлый. Дискотека «Авария» работает только на Ивановской области. И именно тогда стало понятно, что фрагменты шуток для радиопередачи «Дискотека «Авария» — это почти готовые песни. Так и случилось позже. Послушайте, например, из чего возникла песня «Новогодняя». Ведущие популярного шоу были обязаны поздравлять своих слушателей с Новым годом. И они это делали каждый год. Потом лучшие фрагменты этих поздравлений соединили, и получилась песня «Новогодняя». Так у дискотеки «Авария» стал появляться репертуар. Почти все хиты, которые страна слушала в нулевые, жители города Иваново знали с 90-х. Первый полноценный трек «Дискотеки «Авария» — «Заколебал ты». 91-й год. Как вам такое? И у вас весь день по городу мотался. Ног до головы заколебался. Небритый, голодный, усталый, ищущий. С этим чертовым мешком подарком. С диной ехал к вам. Пел во второй трамвай. А там на себя наехал пожилой бугарь. Поскольку группа была довольно видной в своем городе, к ней начали поступать рекламные заказы. Некоторые песни, которые мы знаем, изначально были рекламой местных товаров. К примеру, песня «Пей пиво», «Продакт Плейсмент». Изначально это была реклама Ивановского пивоваренного завода. И там были такие строчки. Запомни, лучше всех ликарств пивоваренского пива. А Олег Жуков логично продолжал. «Выпей пиво местного разлива». Эта строчка позже осталась в песне. А еще там была реклама местной дискотеки «Зигзаг». И припев звучал так. Смысл песни был в том, чтобы призвать пить местное пиво на местной дискотеке. Но песня была настолько хорошей, что ее оставили для Москвы, но убрали рекламу. И остался просто призыв пить пиво. Довольно странный. Другая подобная песня «Малинки», где рекламировалась турбаза с одноименным названием. Там проводился огромный опен-эр. Его директор щедро отблагодарил пацанов. И попросил сделать так, чтобы тусовку запомнили навсегда. Они и сочинили песню о том, что «Малинки» — это крутые вечеринки. Малинки, малинки, такие вечеринки. Зеленые тропинки, где тихо и свежо. В 97-м году к парням присоединяется Алексей Серов. Сначала у него была своя дискотека под названием «Алекс». И он был конкурентом. И чтобы объединить усилия, Рыжов позвал Серова к себе. Так и получилась группа «Дискотека-авария», какой мы ее знаем. А именно, лидер группы Алексей Рыжов, мозг коллектива, художественный руководитель. Человек, который пишет всю музыку и все тексты песен. И три человека, которые выступают в разных амплуа, разогревая толпу. Романтик Николай Тимофеев, дерзкий Алексей Серов и добрый толстяк Олег Жуков. Естественно, для такой продуманной и классной команды всероссийская известность была вопросом времени. Москвичи сами пришли к группе. Один из ведущих менеджеров Союза, Петр Волков, услышал кассету «Дискотеки-авария» и предложил сотрудничество. А первый трек, на который был снят клип «Некуда деваться», где Алексей Рыжов сидит в парике и крутит пластинки. Параллельно показывают кадры природы и нет никакой группы «Дискотека-авария». Менеджмент лейбла решил, что группа может просто играть музыку, а показывать свои лица им не обязательно. Как будто это анонимные диджеи. Звучало круто, но идея была, конечно, никакой. «Авария» — это, конечно, в первую очередь веселая группа, которая прикалывается и шутит. Что доказал следующий клип «Кинула» — ремикс на Ляписа Трубецкого. Так лейбл пытался раскрутить обе группы. Первым по-настоящему народным треком стала «Новогодняя». Песня составлена из разных старых новогодних поздравлений на Ивановском радио. Но у нее был настолько прилипчивый припев, который сразу хочется орать хором, что песня мгновенно стала популярной. И спустя 20 лет этот хит остается таким же атрибутом Нового года, как фильм «Ирония судьбы». Эта песня неминуемо привела группу к успеху. «Дискотеку-авария» услышало руководство компании «Арс». Они все поняли. Проект годный и очень перспективный. Группе выкатили отличные условия и стали делать из «Дискотеки-авария» настоящих звезд. Следующие пару лет можно назвать взлетом аварии в стратосферу, причем без больших усилий со стороны группы. Алексей Рыжов просто перезаписывал старые ивановские песни и показывал их всей стране. Страна-то их не знала. Например, песня про яйца изначально была коротким номером в исполнении диджея «Найка» на Ивановском телевидении. Автор этих куплетов Алексей Рыжов написал их для «Найка». Но потом уже в Москве сделал ремейк на старую песню и выпустил заново. Эй, «Найк, что за омлет? А где же яйца?» В середине 2001-го взлет группы омрачила болезнь Олега Жукова. Он сказал, что не может выступать из-за головных болей и лег в больницу. Месяц пролежал в институте нейрохирургии, до операции дело не дошло. Вышел из больницы и поехал в Иваново. Во время короткой ремиссии записал песню «Диско-суперстар» и снялся в клипе «На острие атаки». А последняя его съемка в рекламном ролике «Диско-служба Пепси». В январе 2002-го года Олега Жукова положили на курс химиотерапии. Он лечился примерно месяц. И 1 февраля 2002-го года «Экспресс-газета» выходит с радостной заметкой. Олега Жукова выписали. И вот как она заканчивается. Сразу после выпуска из больницы мы позвонили Олегу домой и услышали его бодрый голос. «Все люди болеют, с кем не бывает. Больница – это было так давно. Вот я дома, чувствую себя нормально. Еще, конечно, придется полечиться. А что делать? Надеюсь, в скором времени присоединюсь к ребятам. Мы рады за Олега. Верим, что все у него будет в порядке. Тем более, согласно старой русской примете, после таких мрачных слухов живут долго и счастливо». Олегу Жукову оставалось жить 8 дней. После его смерти вышел клип «Диско-суперстар». Когда писали, думали, что это будет позитивная песня. А оказалось, что она эпитафия. В 2002 году они выпускают хит, который полностью объясняет жанр, в котором играет дискотека «Авария». Хип-хоп, хаос и рок-н-ролл. Таких групп, кажется, больше нет. Позже у «Аварии» будут другие хиты, но о них потом. На этом пока все. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»